Мужики, ветер нереальный, но все равно тепло от адреналины и от того, что вы в горах находите. Зацените, какой вид. Какая же все-таки. Республика Дагестан. Это горы, берег Каспийского моря, невероятной красоты природа и наша история о том, как мы отправились в эндуро-тур. Когда утро еще не разбудит свет, тишина на рассвете и нет машин. Все вокруг замирает, ни звука нет, и на трон восседают покои мир. Когда на пигоры сядут облака, так что за белой дымкой не видно край. И вдохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть. Ни по ночам не снится, вся красота ждет в Дагестане. Я буду Родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа В сердцах любовь искрится, в своей земле твоей. Вот оно, настоящее эндуро. Папапа! Смотри, куда забрались, а! Просто летят на океан. Мы что, по камням? Ну, правда, смотрите, какая красота. С подъемом все, вид лучше и лучше. Мое путешествие началось с аэропорта Домодедовой. Пока наши друзья чуть больше суток едут где-то с мотоциклами в Махачкалу, мы решили долететь на самолете за три часа. Знакомьтесь, это Валера. И он является официальным представителем марки Аджуан в России. То есть через него идут все мотоциклы. Ну, у нас мы на рейсе регистрировали, нам просто пройти эти бумажки, пнуть им по спецконтролю, все. Валера уже давно привык к самолетам, летал очень много раз, а для меня это был всего второй полет жизни. Я очень сильно волновался. Думаю, по моему лицу это можно было заметить. Началась посадка на самолет. Лететь нам три часа с большим крюком через Пензу, Саратов и затем уже в Махачкалу. Приземление. Самый волнительный для меня момент. Мои глаза наполняются страхом, а Валера сидит, как ни в чем не булава, и говорит, чему суждено, тому не виноват. Да, я думаю, вы заметили страх в моих глазах. Но, несмотря на то, что самолет летел боком, мы мягко и благополучно приземлились, и мое волнение ушло. Ну, по сравнению с Москвой, жара. Че? Вообще жара, да? Да, жара. Я говорю, теплая погода, офигенно приземлились. Страшно было мне второй раз лететь в жизни вообще, если честно. Ну, я там на видосе видно было. Я, если честно, до сих пор не верю, что мы приехали сюда. Как будто я спал дома и резко такой бах, и тут очнулся. Ну, короче, ждем ребят, они нас забирают, и мы стартуем. Из аэропорта нас встречает Руслан. Ну, знакомьтесь, парни, Руслан. Пошел, давай, салам алейкум. Руслан, рассказывай, кто ты? В данный момент ваш водитель. Руслан является основателем бренда Adjero, а также он официальный дистрибьютор техники Adjivan в России. Так, и первый раз в Дагестане, вот мы тебе такой национальный головной урок, вот я теперь сумки, но увидел с волосами. Это летняя шапка, это зимняя шапка, это шлем. И, короче, все вместе. И тебе не надо идти в Риэл Трансхайер и насаживать волосы, короче. У тебя уже есть волосы, и ты блондинка. Я укупник. Блин, прикольно. Спасибо большое. Я как раз думал, как ее выпросить. Вслед за нами на самолете прилетает Саня Гамиль, и мы уже все вместе отправляемся в город Каспийск. Пацаны, я приехал в Захистан! Харт! Тут надо немного объяснить. Пока мы летели на самолете, где-то на подходе ехали наши друзья с мотоциклами. Ехали они к дому, где мы будем жить. И, поняв, что у нас есть немного времени, мы решили заехать перекусить. Заказали дагестанский завтрак. Это картошка, лепешки, сыр и соленый чай на молоке. Хорош. Сейчас Дэна, если не умрут, мы через час тоже будем пить. Давай, Дэн. Вкусный чай. Казахский чай с молоком, только с привкусом. Не, ну сахар надо добавлять. Зачем ты че издеваешься? Наоборот, соль, перец добавляйте. Я точно не буду сахар купить. Мы с Валерой решили заказать бараньи пистолетики. Их к нам готовили целый час. Час, Карл. Мы уже устали ждать. Шутили, что повар где-то бегает сейчас в горах. И ловит этого барана, чтобы нам приготовить. В итоге мы наконец-то поели. По дороге заехали за нормальным мясом. И поехали в дом. Тут фото-видеосъемка запрещена. Выключите видеокамеру. В машину все не помещались. И так как Валера был у нас самый компактный, естественно, мы его посадили в багажник. Да, парни были на нас ужасно злые. Так как у них не было ключей, они все это время ждали. Прошу прощения за это, мужики. Особенно зол был мистер Виктор, потому что просто негде было сходить в туалет. Кавказские терки бегать, блядь, везде. Че он? Че он, срать хочет? Блин, я так. Тут шакалок будет. Красивый домик, да? В нем мы сегодня будем спать. Мы заселились в дом. В доме два этажа. Канди, телевизор, стиральная машинка. Пять спальных мест. Неплохо, да? Неплохо, да? Да, кто? Неплохо. О, нормальный контент пошел, а? Это в походе в программу. Мы с Аней решили заселиться на второй этаж. Разместились, разожгли костер. Валера приготовил для нас томогавки. Просто нереально вкусное мясо. Нигде такого не ел. Операция по спасению. И так как нам всегда везет на контент, у нас выключился свет. Не знаю, какой-то обрыв на линии или случился перегруз. Мы решили попробовать разобраться с этим, но, к сожалению, ничего не вышло. Возвольте, рано выживание. А, какая красота. Ну что, Свет? Где в сталкер играли? Меченый, э, Меченый! Иди своей дорогой, сталкер! Короче, мы в другом доме. В общем и целом, свет у нас починить не удалось, поэтому нас поселили к соседям и мы отправились спать. Я думаю, что мы уже в теплый пол. Да? В теплый пол, а там есть. Не, а реально лег на нем и спил. Видать покрывается? Ну что, доброе утро, друзья! Прекрасное утро, Каспийское море, песок, ветер, свежий улыбок. На фоне моря. И шакалы доедают выброшенного на берег тюленя. Купаться мы не решились, так как вода слишком холодная. Там яйца с приезда. Просто вот так вот превратилась. Ого-го! Обратно потом можно. Абатку на вход. Пошел! Опа! Опа! Че старым пойдет, а? Смотри сейчас, инсульт будет. Опа! Борьба, борьба пошла! Я тоже рад тебя видеть! Не смог. И че он не вселился? Блэда, тяжелый. Вес не может. Собравшись, погрузив все мотоциклы и чуть не сломав бампер Лехе, мы отправляемся на тест-драйв в окрестности песчаной горы Сарахум в ущелье Бахла. Есть контакт! Сейчас толпой здесь сядет. Прямо, прямо. Сань, ты заедешь в эту горку или нет? На Альфе. На Альфе или вот? Какой-нибудь вот оттуда, знаете, у кучкалы разогнаться и сюда... Разгон из Троицка, да? Че, кто на Альфе заскочит? Да, там камень. Блин, а камера на самом деле вообще не передает. Ну че, мы приехали покушать. Зацените, какие тут виды. Приехали в конный клуб какой-то. Вон наши тачки, электрички, рецеп. Вон квадрик какие-то стоят. И вот они, горы, а? Ну сейчас еще попозже увидим, посмотрим. А сейчас пока погнали, поедим. Заказали блюдо, в которое просто все влюбились. Называется чуду. Это, конечно, что-то похожее на чебуреки, но не совсем. Лаваш с мясом, бывает с разными начинками. Там с творогом, с зеленью. Я взял себе охотничий, а у парней был здоровый завтрак. Мы сегодня здоровы, а то надо заснять. Мы сегодня поздравим. На улице был очень сильный ветер. Ни хрена! Это ветер! По дороге к ущелью мы встречаем Магу. Это давний друг Валеры и Алексея. Мага очень веселый и харизматичный персонаж. У него есть свой прокат, а работает он тут гидом. Сам собрал вот такую твиль-машину для ребят, чтобы они обучались танку. Я прикинь этот, застрял! Я с Киев встал. Охренеть! Здорово! Здорово, Лавичка! Че вы? Мы едем на тест-райф. Нормально ты! Поехали! Мага ведет нас, естественно, эндуро-маршрутом. Я только эндуро-дорогу могу показать, а дальше я не знаю. Че, нету дороги? Ёб! Ёб! Да ну я, куда я выехал? Вам не заметно, но на самом деле тут крутой спуск, который, как обычно, не передает камера. Ну и наконец-таки мы приехали на точку, где будет проходить тест-драйв. Интересно, как мы будем залетать теперь в нее. Мага тем временем рассказывает нам про новый мотоцикл Сага СС. А почему он Сагай называется? Сагай по-доргински, это новый. А, у него ножка новая вот эта стоит. В самом хорошей комплектации мотоцикла передний пластик, КТМ-24 год, подножка такая же, Пеги от G1 и 175-й двигатель с 4-х клапанной косой башкой. будет более миграя. Более ау. Смотри, на какие слова даже знаю. Ау. Можно вот войти? Короче, это самая простая горка здесь. Нет, не простая. Да, рельеф в Дагестане интересный. Как раз нам про него рассказывают. Например, эта горка с виду очень крутая, но для местных парней она вовсе не сложная. Ну и камера, как обычно, не передает руку. А есть хорошие места, очень хорошие места есть. Вот такие места есть, где вот по камням нужно объезжать там. Короче, Короче, скиллов мы сегодня наберемся нормально. Кайфом можно кататься. Ну что, парни, вот мы и приехали в Махачкалу. И тут я хочу вам рассказать, как мы вообще оказались в Дагестане. После моего обзора на домовый Джокера от GRSS, кто не видел, обязательно посмотрите его на канале, со мной связались представители данной марки и пригласили всю нашу банду недоджарусов в Дагестан. Прошу заметить, что это не реклама, нам ни за что не платили и жилье мы снимали за собственные деньги. Нам всего лишь дали мотоциклы на тест-драйв, чтобы мы честно про них все рассказали. Вот скажите мне, как? Как человек, который продает мотоботы на ВИТО, мог забыть свои за 2000 км в Москве? Как вы думаете, что происходит? Как ты уже в дороге ехал? Соня забыл мотоботы в Москве. Да, издевались мы над Саньком, конечно, еще очень долго, но весь этот день ему пришлось провести без мотоцикла. Сань! Че? Да че ты скажешь? Да не х**й, че не х**й. Нет, давай, я не х**й. Я думал, что я переоденусь, покатаю, б**й. ГАЗ-ПОЛОС! Хорош, а? Ни х**й от него пыли. Стопи давай. А вот Витек, это МЛЁХ. Витек, он... Ну че? Ну лучше, чем 177-й Лика. Серьезно? Он лёгкий. Вот там на нем я ехал, и вообще его ничего не могу. Но у него центр тяжести, потому что внизу, чем у 177-го, и это проще. То, что он все-таки без прогрессии, это прям супер-супер, я вообще не знаю. Так, это у нас Джокер СС, да? Да, это Джокер СС, который был у меня на обзоре. Новый MB 174-й мотор, пятая доработка, поэтому... Сейчас полноценно у меня не получилось на обзоре катануть, а в горах прям тут самое то. Ни хрена, он летит. Итак, новый MB 300 мотор, тот же 174-й движок, только с косой башкой. У него отличные низа, но самое главное, он хорошо едет на верхах. И в отличие, например, от моего Бастера на 177-м моторе, его центр тяжести ниже. За счет чего им будет проще и легче управлять. Тормоза, кстати, стоят от Жуан, точно такие же, как у меня, это копия Магура. Подвеска ЧТВ с закрытым картриджем, что сложнее в обслуживании, но это только в замене масла. С частями сразу скажу, проблем нет, все спокойно находится. Она хорошо показывает себя в эндуро, проглатывает все ямки, что особенно хорошо для моей больной спины. Блин, подвеска какая-то, в разу лучше. Хоть позвоночник не теряется. Скажу вам честно, я влюбился в этот мотор. И он мне нравится больше, чем в 177-мой. И по моим ощущениям, он едет бодрее. Хотя, казалось бы, в MB 300 27 лошадей, а в 177-м 30. Но ничего, мы скоро снимем замеры на диностенде, там-то и станет все ясно. Да, есть проблемы со сцеплением, если вы собираетесь ездить в харде, то лучше сразу ставить усиленное. Опа, почти сохранил. Как БСЕ наверху и Аджера внизу. Че ты там говорил про Аджеру внизу, а БСЕ вверху, а? Попался! Блин, ну он вообще, он летает просто. Газ, пацаны, слышите? Пацаны, газ говорят тебе. Не, охеренно. Реально, вот только ручка в сцеплении мне неудобно, что она вниз падает. Следующий, короче, партий. Я охерел, да это лучше, чем в 177-мой, серьезно говорю. У него не за есть. На второй передаче я просто без цепы. Газ открыл, он встал у меня на дыбы. Все. Трясет, аж. Мне реально кайфово. Че, Паш? Блин, бомба. Короче, будете ехать, на второй надо. А ты на третий ехал? Да, на третий. Вот такую штуку парни придумали, смотрите, мага какую. Сконструировал, это у нас такие машины. Только для эндуром. Чем ты занимаешься? Чем это такое вообще? Я, брат, занимаюсь. Именно здесь я обучаю людей, езди на заднем колесе или машинах. А так, в принципе, и турами занимаюсь, и прокатом. В общем, прокатывает неизведанный Дагестан. Дагестан, да, не все, где турист едет, где все везде, все видят. А Дагестан с другой стороны. Отлично. Это Джокер обычный, дай на нем прокачусь. Ты на нем улетел? Да, твой полный, пиздец. Ну и больше всего я полюбил Дагестан за их затяжные горки, когда ты включаешь третью скорость, открываешь полностью ручку газа и ловишь баланс на мотоцикле. Я не понимаю, он просто бешеный какой-то. Сейчас у меня не с привычки забились руки. Блин, какой вид. Вроде не так высоко поднялся. Посмотрите, какие маленькие-маленькие люди там. Камера, наверное, как обычно, не особо передает. Ну, по размерам людей можно понять. Опа! Чуть-чуть потерял я равновесие. Хороший, ребят, как, а? Красавчики. Я считаю, это очень хорошее место для тест-драйва. Не как, знаете, когда-то приехал куда-нибудь на гонку. Стоят мотики, говорят, можешь прокатиться-драйв бесплатный. Вот где их надо тестить. Ну что, как тебе горы? Слушай, мне нравится самая большая, которая у меня была в жизни. Вот эта слева? Ну вообще, я на такие горы не ездил. Я тоже. А ну знаешь, ты ешь, 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 не поймешь. Вроде высоко, вроде не высоко. А потом смотришь вниз на вот таких вот маленьких людей и охереваешь. На горе нормально, главное начать подъем. Зацеп вообще был бы. Да, и я на курвит, ну вроде опускаюсь. Вот, кстати, парни Хаски. Это что у нас? F6 Pro. Тоже 174-й движок. Тоже с фабрики Аджи Ван. Видите, подножки такие же. Все такое же, седуха такая же. Ну, пластик другой, только пластик газ-газ. Ну, выглядит красиво. Мне нравится пара, все остальное. Ну, чтобы тест был максимально объективный, а мне Саня дал ключ от своего бастера, так что мы привезли свои мотоциклы, и я хочу попробовать прокатиться на бастере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Ничего. Тоже 177-й тоже валит. Но все-таки тот мне нравится больше, он пободрее. Ну, зацените, какой это, а? Как же красиво тут. Так, ну, это у нас такие небольшие горочки, потому что для тест-драйва сложный хард что-то не предоставим. Чтобы не разбились, просто протестили мотоциклы. А так у нас в Дагестане, Дагестан чем хорош в плане эндуро, в других местностях есть где-то лес, где-то горы, где-то вот определенное что-то. А у вас все вместе, да, совокупности? Все есть. Вот если, допустим, проводить туры, приехали, расположили где-то... Знакомьтесь, это Мурат, и как раз сейчас он рассказывает, как лучше всего путешествовать по Дагестану. Заселиться, то есть в одной точке, и оттуда уже ездить по разным локациям. В принципе, как мы и поступили. Тут я решил прокатиться на новом 2Т на Кошеновском моторе. Эй, алё! Ну что, пробуем 2Т? Ладно, давайте, вот выше. Слайты мочи, сборки. Да, ехал он хорошо, но ехал он только на верхах. Я, к сожалению, с 2Т техникой не связывался, и, возможно, путем каких-то настроек это можно все отрегулировать. Если вы разбираетесь в этом, то обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях. Ху, вот дура прет, а! Руслан, рассказывай, кто ты? Объясни сначала, зрители. Нет, так, в кратрик сейчас надо. Нет, кто-то, чуть тяжелый вопрос. Ты кто по жизни, да? Расскажи вкратце, чем ты занимаешься, увлекаешься? Ну, вообще, увлекался эндуро. Сначала было просто хобби, потом решили открыть магазин. Потом уже там, на этапах развития пришли к тому, что начали, как бы, сами работать с Китаем. И вот то, что вы видите, это, скажем так, итог нашего развития за все эти годы, да? Теперь мы, получается, дистрибьюторы, официальные дистрибьюторы техники G1 в России. В России продаем технику под брендом Adjero. Сегодня, да, сегодня тест-драйв новых моделей и привезенных ранее моделей, да, как бы. И здесь ребята, ребята, как бы, пробуют технику, пробуют технику, принимают для себя решение, какую модель им рассматривать для покупки, да, и что им больше подходит, что им больше по душе. А на твой взгляд, какая самая лучшая? Плагман, чего можно сказать? Какой плагман у вас? Ну, я думаю, здесь такого универсального решения нет. Все равно у каждого индивидуальные свои, там, пожелания. Ну, по мне, на сегодняшний день для эндуро, именно вот как мы ездим в Дагестане, там, да, по лесу, по горам, по мне, на сегодняшний день идеальная модель. Это Джокер СС из нашей линейки. У нас 174-м НБ двигатели с двухкатрочной HTV-подвеской, и, ну, мотоцикл у нас сегодняшний день включает в себя все самое лучшее, что могут предложить китайские производители. Что с людьми происходит, которые ломают сегодня этот издрайв? Мы их прощаем, да? А, с людьми, мы их, как сказать? Дальше, еще раз давай. Издрайв. Не, пока таких нету, мотоциклы наши пока выдерживают все самые тяжелые нагрузки, но мы предупредили, что мы их под тем большим камнем будем складывать. Решила, значит, спросить у местных ребят, как вообще им мотоцикл зашли или нет. Но самая главная проблема оказалась в том, что многие стеснялись и не хотели говорить на камеру. Что ж, у каждого свои причины, но не все такие были, кто-то камерой и не стеснялся. Расскажи, что ты сегодня Аджеру наказывал? Честно сказать, очень слабо Аджера сегодня показала по сравнению с моей БСР. Просто ты его сними, просто вот эту карточку сними, а с этой стороны. Единственная карточка стоит, 172-й мотор. Почти наравне поехала. БСР, жду ваши предложения. Новый ацикл. Ты бы так про Аджеру говорил, может быть, уже на Аджере бы катался. Я же покатался. Ну и что тебе? Подвеска, тормоза очень отличные, информативные. Мотор тоже неплохой. Не знаю, созвездность. Его надо под себя настроить, чтобы его понять до конца. Там я люблю играть с сцеплением, там тяжело было. Если его тоже настроить, отличный вариант. Ну, я четырехклапанный езжу, он мне нравится. Я сейчас хочу взять БСР четырехклапанную или же Аджеру. Посмотрим. Это уже видно будет. Для этого я и пришел сюда. Красава. Что это называется? Такой же? СС. Джокер? СС. Джокер СС понравился. Мне тоже он понравился больше. И все. А двухтакник как? Мне понравился. Сейчас на этом попробую. Двухтакник что-то не зашел. А так СС нормально. А какие-то плюсы-минусы вот можешь выявить? Просто у него верха верха хорошая, низа нету. У тебя что за мотик? На чем ты катаешь? Я на газгазе катаю. На газгазе? Да. А сейчас ты на чем? Сейчас тоже на газгазе. Да ты знаешь, право мотик? Право. На чем ехал? На двухтакник китайский. Или что там тебе? После газгаза. Ну, как-то не сравнишь. Китайский газгаз или почти? Не почти. Да, работать надо по-любому. Не хватает. Не хватает чего? Он показывает на тижню подъема. А здесь короткий подъем. Для него это легко. Она нормально берет, она едет. На тижню подъема она показывает себе. Она уже глохнет сама. И он отцепление нажат, наоборот, и поднято, что он ехал. Ну, давай, вкратце расскажи свои ощущения от мотика. Бомбовые. Нравился? Это хорошая. А у тебя какой мотоцикл? У меня машина. А, ты первый раз на мотоцикле? Да, первый раз. Серьезно? Да. Смотри, куда забрались, а? Просто летят на океан. Продолжение следует. Мы что, по камням? Да. Серьезно? Когда не по камням? Я люблю Дагестан. Может быть, как в другое место, нет? Надо было шлем надевать. Но мы сейчас перевернемся, нахрен. Не пахнет. Мы в Махачкале, на океан, внедорожный. И летим куда-то в горы. Как она тупо едет? Я не понимаю. Тут на Махачке не проехать. Это как будто я колесо делал. Пацаны, отойдите. Конем ходили, к воле не видать. Что у вас случилось, рассказывайте? У нас прокол, прокол. Нежданный прокол. Оказалось, что парни приехали с Казани. Решили тоже покатать в горах. Так что мы не оди были издалека. И откуда вы? В гости приехали с Казани. То есть вы просто здесь катались и увидели тест-драф или что? Мы сегодня... А, вчера приехали. И сегодня покатались. И ребят вот увидели здесь. Заехали посмотреть. Видишь, как удачно. Камера сразу проколотая сделала. То есть на тачках с Казани сюда ездили? Нет, на самолете. А-а-а. Слушай, круто. Горы, красивая атмосфера. Первый раз в Горахе в Тагестане? Ну, на Мотике, да. На Мотике вообще приезжал летом. Кайфово. У меня было желание после поездки сюда на Мотике приехать, чтобы покатать. Это получилось. Давай, расскажи, что ты все делаешь? Сегодня помогаем готовить чай. Салаварь. И пока мы пили чай, произошло то, чего вообще никто не ожидал. Вот контент. Один спускался с горы, а второй забирался на нее. Никто не убедился в безопасности. И они встретились лоб в лоб. Тут гадать можно вечно, кто прав, кто виноват. Но самое главное, что все живы и целы. Итог по Мотику. Один был с тест-драйва. С ним ничего не произошло. А вот на втором наличном погнулся радиатор. В целом ничего страшного. И он так катался с нами дальше. Ну что скажи, что после тест-драйва, что ломается? Или ничего не ломается? Вот здесь два мотоцикла. Один Джокер СС и обычный. Практически ничего не делали. Масло поменяли еще. А ты сейчас что делаешь? Вот здесь раскручилось? Он же новый. Вон вот фигурку его надо стереть здесь. Ну да, у меня на бастере так же было. Вот именно в этих местах. Их лучше, конечно, фиксатор сажать. Эти штуки. Ну да, да. Валер, я знаешь, что я хотел спросить? А вот эту ручку уже как-то можно заколхозить так, чтобы она вниз не складывалась? Уже следующая партия будет. Нет, а именно вот эту. Я сейчас куплю ее доработать как-то. Да, я тебе потом уже, я тебе скину. Там что-то ставят, и она не сгинает. Глушитель. А почему это не кожуха нету? А зачем он нужен? Безопасность вот. Да нормально. Ну штаны обезопасны. Видишь специальные эти кожаные вставки вот здесь? А, у тебя там... Молодец. Правильно, береги себя. А не вот так, как он вышел. Ну, я не знаю почему. Надо отругать его. А? Отругать надо его. Вот я его ругаю. Куда ты сел? Он не подготовлен. Он еще и в кроссовке смотри. В кроссовке смотри. Так, это у нас 175-й мотор. Четырехклапанная башка с косой головой. Сейчас посмотрим, как он едет, воздушку. Ну что, вот я и затестил новую воздушку с Агай СС. На 175-м моторе с четырехклапанной башкой едет очень хорошо. Единственное, вот именно на этом не был настроен карп. Не знаю, с завода так или в процессе тест-драйва что-то произошло. Но даже с этим учетом он ехал очень бодро. Ну что, что она внизу-то? Давай наверх. Да они здесь что его мучают? Ну все, начинается. Я не люблю, когда остановился, а потом... Так-то здесь можно крабикампать. Да-да-да-да, я тоже. Я бы сейчас и на дыбах тут залетел. Сейчас будем тестировать. По комплектации тот же Джокер СС, грубо говоря, только это воздушка. Полностью про мотоцикл я сейчас вам рассказывать не буду, а лучше потом запишу отдельный обзор. Скажу одно, подрывает с низов очень хорошо. На первый запросто встает на дыбы. Да, конечно, вы скажете, это такой себе показатель, но я, например, никогда не умел стантить, а тут он сам подрывается без сцепления. Ладно, про мотоцикл можно рассказывать вечно, а мы приехали катать, так что давайте наслаждаться красотой Дагестана вместе. Просто шик. Я первый раз в гора. Порадуйтесь за меня. Я первый раз в гора. Лошади, а ты здесь? Привет, лошадки! Ооо, что такое? Эй, где дороги? Эй, вот здесь, а чуть-чуть сильнее. Эй, обед! Если что, объедем. Обед! Давай пробовать, потом если что, объедем. Давай, давай. Так, попробуем, что у нас в резинах стоит? Обычная китайская? А, ты не будешь? Да, ты будешь или я? Да, давай, попробуем. Чуть-чуть не допустим. Чуть-чуть не дошел. Слушай, неплохо едет. Это лайк? Нам надо было свернуть нам. Это 2Т. Серега, не ссы, спускайся. Че себе! Мы туда должны заехать. Давай, Гам! Вы меня ловите! Надо меня ловить, я сам заеду. Че такое надо снимать, парни? Такое бывает раз в жизни. Такие заезды. Опа! Чтоб вы понимали, камень. Да, для кого-то, конечно, это лазь не так уж. Но для нас это первый раз. Такие вершины. А ты вот снимай. А я снимаю. На GoPro. Это беспощадный Дагестан! Пашка, да, Джокер? Да, поменяемся. Ну возьми, возьми. Вот оно, настоящее эндуро. В горах. Как положено. На камнях. Леха, привет! Вот, парни, как нужно эндурить. И где нужно эндурить? Обязательно приезжайте в Дагестан. Я прошу не сказал. Покажи, это что такое? Вот, олень. А вот что? А вот это, что? Слушай, это когда же такое сделали? Древние, древние, наскальные все. Для нарадоваться. На всякие. Здесь? Ох, кре-нет. Ради чего мы поднимались? Просто Гаспалас третья. И в пол пошел. Очень ветрено, очень холодно, но красиво. Это толстой. Бля, это скорость, сука. А, хватит тебя снимать! Меня снимать! Точно, точно, точно. О, блин. Ты, ***. Здравствуйте, мои подписчики. Чё ж я забрался, а? Засыпчик пропал, да? Заедем туда или нет? Кошка, кошка, зацеп пропадает, но я залетел к этому парню. Ветер нереальный, но все равно тепло от адреналины и от того, что мы в горах находимся. Ну что, друзья, вот и закончилась наша первая часть эндуропутешествия в Дагестане. Хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Я очень старался над этим роликом, чтобы вам понравилось. И я напоминаю вам, что 2000 лайков под этим видео. А я знаю, вы с легкостью сможете это сделать. И выходит сразу же вторая часть. А я вам пока покажу, что вас ждет дальше. Все. Какие виды, а? Все. 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 И хочу вам рассказать про парней. Вот если вы надумаете приехать в Дагестан, а вам надо надумать и приехать обязательно, то на чем кататься? Вот вам человек подскажет У него есть собственный прокат Давай, говори На 175-м двигателе покатаем по самым хорошим маршрутам Всего лишь час стоит 1500 рублей А вот если на сутки, на день целый взять у вас? На целый день от 5 мотоцикла 10 тысяч Меньше 15 тысяч на целый день Слушай, нормально, хорошая цена Даже дешевле, чем у нас в Москве, если честно Плюс гидеосопровождение полное, экипировка Отлично, отлично Да, и конечно хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие А именно нашей команде недоджаресов Команде Аджера спасибо большое за тест-драйв Спасибо Руслану за теплый прием Спасибо другому Руслану, что прокатил на баге Оке И я получил такие эмоции Спасибо Амиру за предоставленные кадры с квадрокоптера Спасибо Дагестану за такую красоту В общем и целом я оставлю все контакты для связи с ними в описании И да, приезжайте в Дагестан Тут должен побывать абсолютно каждый До встречи во второй части И напоминаю, 2000 лайков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok